Всем привет, меня зовут Андрей Рыжкин, я из компании Агима. Сегодня буду рассказывать про то, как мы у себя построили институт тимлистов. Очень долго к этому шли, несколько лет. Развивали у себя эту экспертизу и реально считаем, что построили крутой институт тимлистов. И можем об этом много чего рассказать. Естественно, у нас есть куча проблем тоже, есть куча моментов, которые мы еще не знаем, как решать. И какие-то есть моменты, которые мы еще, может быть, только придем через год или через два, или может с кем-то из вас, поговорив на конференции, найдем какое-то решение. Но свои best practices, которые у нас есть, я о них сейчас расскажу. Значит, немножко о компании, чтобы понимать, зачем нам нужны в принципе тимлиды. Мы с 2005 года на рынке, у нас порядка 90 сотрудников, из них где-то 35 разработчиков, поэтому управление ими – это достаточно сложная задача. Одному техдиру или менеджерам, или менеджерам в купе с тимлидом очень сложно с этим справляться, особенно если говорить про какие-то задачи архитектурные, сложные, где требуется техническая экспертиза, и зачастую менеджер не может принимать один решение. Кто у нас тимлид такой? У нас тимлид тот человек, который ведет технический менеджмент по проекту. Тот человек, который помогает менеджеру с технической точки зрения организовать правильный продакшн. Если с точки зрения коммуникации с клиентом отвечает менеджер, то с точки зрения коммуникации с подрядчиками или с сотрудниками отвечает непосредственно тимлид. Он занимается распределением обязанностей, он занимается тем, чтобы в срок успевали эти задачи выполняться, и занимается тем, чтобы проверять этот код. Я еще подробнее расскажу. Когда он руководит группой своих разработчиков, он ответственный целиком за все их время, которое они находятся на работе. То есть во сколько они приходят, во сколько они уходят, какие задачи они делают, на кого лучше распланировать. Он знает, какие из ребят какой экспертизы обладают, и на кого лучше поставить ту или иную задачу. Кроме того, мы на своих тимлидов еще повесили финансовый контроль. То есть помимо того, что они занимаются непосредственно разработкой, они у нас отвечают за рентабельность проекта, в которую мы им вверяем. То есть их ответственность немножко шире, чем обычный тимлид в большинстве компаний, с которыми я общался. Это помимо всего, о чем я сказал, это контроль качества, естественно. Это та входная точка для менеджмента, для клиентов, чтобы качество вашего проекта было действительно высокое. Потому что зачастую оно скрыто под кодом, то, что менеджер, например, не увидит или QA-щик не протестит. И когда мы говорим о качестве, это не просто как в браузере отображается сайт, это еще и возможность его отчуждаемости, масштабируемости, развития и так далее. Про то, как у нас тимлиды ведут проекты. Они с самого начала, с самого первого момента входа клиента в нашу компанию, они занимаются уже предварительной оценкой. При этом у нас есть такое правило, что кто этот проект оценил, тот его потом и ведет как тимлид. Естественно, чуть подробнее расскажу про оценки. Не все оценки, которые к нам в студию валятся, они сразу доходят до тимлидов. Они бы только этим занимались. У нас есть фильтр, который такие заявки фильтрует, отсеивает те, которые заведомо не проходят по нашему бюджету, времени и так далее. И пропускает на следующий уровень, это тоже менеджмент, который общается с клиентом, делает первый брифинг, формирует дископинг задач, саму задачу, общается с клиентом, снимает с него показания, приносит их тимлид, тогда он занимается оценкой. Задача тимлида на этом моменте технические риски все снять. То есть если даже взять нашу смету и посмотреть, она очень детально проработана. Мы всегда постараемся вписать всю ту работу, которую мы оценили. То есть если вам говорят, мы хотим сделать интернет-магазин, нельзя говорить, что у нас стоит миллион. А что вы заложили туда? Сколько интеграций? Будет ли там 1С? Будет ли там кластер из нескольких серверов? Будет ли там какие-то интеграции с платежной системой? И так далее. Вот эти все вещи мы детально прописываем. И потом даже когда на каких-то этапах могут возникать трения с заказчиком, то что они ожидали чего-то другого или хотели чего-то другого, мы всегда можем сослаться на эту смету и показать, что видите, этого пункта здесь нет. Или наоборот, он здесь есть, но в другом виде, поэтому мы его реализовываем именно так. Вот задача тимлида на этом этапе оценки это именно снять вот эти риски, которые у нас есть. Если есть какие-то недосказанности, непонимания по поводу какого-то функционала, который к нам пришел, мы закладываем то, что мы предполагаем. Наше предположение опять же фиксируем в смете и как предложение посылаем клиенту. Следующий этап это формирование BRD. Это business requirement document, где мы фиксируем все намерения о том, что мы хотим произвести на свет. Это еще не ТЗ, но уже не просто смета и не просто письмо в почте, а где мы договорились о том, что делаем интернет-магазин или какой-то другой сайт. Там тезисно зафиксированы все модули, которые мы будем разрабатывать, количество макетов, прототипов и так далее. Вот на этом этапе и на остальных этапах, когда уже проект запустился в продакшн, на дизайне, на проектировании, на аналитике, на верстке, на программировании, на каждом из этих этапов участвует Team Lead. Это тоже сделано для того, чтобы мы могли минимизировать свои риски, чтобы мы могли учесть все вещи, которые мы заложили. То есть если мы на этапе оценки заложили какой-то функционал определенный, а потом дизайнеры что-то нафантазировали, задача Team Lead здесь сказать «Воу-воу, полегче». Мы это не сверстаем, мы этого не закладывали, и какую-то идею может порежет. Или наоборот, предложишь какую-то анимацию, о которой дизайнер не знал. То же самое с проектированием, то же самое с программированием и версткой. У нас есть разные Team Lead по направлениям, по верстке, по программированию, по системному администрированию. Соответственно, Team Lead программисты всегда валидируют выходное качество нашего отдела верстки, скажем так, потому что им этот код потом интегрируется. Сам верстальщик может не знать, как интегрируется этот код в конкретный программный продукт, будь то Bittrex или что-то другое. Планирование разработки непосредственно, когда доходит до нашего Team Lead. Его этап разработки, его задача вовремя, заранее подготовить команду, будет это внутренняя или внешняя команда, которая будет этот проект пилить. При этом он не просто сидит и ждет, когда к нему свалятся вот эти задания, и тогда начинает планировать, кто его будет делать и так далее. У нас есть дедлайны, есть согласованные сроки с клиентом, которые в заказе прописаны. Соответственно, к этим датам он уже подбирает людей. Но не просто, опять же, тупо видя вот эту цифру, подбирает какого-то программиста, говорит, ты будешь там в следующей неделе заниматься, потому что вот у меня написано, что закончится дизайн на этой неделе. Конечно, его задача убедиться в том, что все материалы будут предоставлены, что ТЗ соответствует, что макеты все отрисованы, то, что верстка сделана, и все, опять же, страницы сверстаны, это можно передавать на интеграцию. Управление рисками. Я об этом уже сказал. Это очень хорошо работает, если взять финансовые показатели нашего прошлого года, и вот это прямо видно, как рентабельность выросла за счет того, что мы подключили темлидов. Я еще чуть подробнее расскажу про финансовые регулирования, которым они занимаются, но уже видно, что они научились работать с рисками. и в плане работ нашего менеджмента и темлидов, это получается такая синергия, которая вместе снимает огромное количество рисков. И это сокращение сроков, конечно. Мы это все делаем для того, чтобы наше производство было более рентабельным, более эффективным. И когда вы темлидов мотивируете финансово, мотивируете их закрывать проекты вовремя, они всегда будут находить какие-то компромиссы между тем, чтобы сделать либо супер качественно и стремиться к идеалу. Это можно делать вечно, месяцами и так далее. Если человек не думает о деньгах, которые мы на это тратим, он может заниматься этим и год, и два, и три, ему все равно, сколько денег вы на это, как компания, инвестируете. С другой стороны, если он финансово на это подвязан, он обязан следить за тем, чтобы все его проекты были в рентабельности. Он знает, сколько времени денег он может потратить на то, чтобы это качество дотянуть. Естественно, здесь есть моменты, когда нужно пожертвовать деньгами, чтобы подтянуть качество. Иногда качество нужно пожертвовать, ущерб деньгам. В чем плюс TeamLead, как руководитель группы разработчиков, и сравнивать с техническим директором или менеджментом, которые тоже могли бы рулить этими разработчиками. Разработчиков много у нас, по крайней мере. Всех знать, все компетенции, знать, кто в чем лучше, кто в чем пилил, полный держать в своей голове невозможно одному человеку. С другой стороны, если мы распределяем ребят по командам и даем им возможность вместе поработать, иногда их ратируем, они друг друга знают, знают, какие задачи лучше поручать. И в этом плане, дав TeamLead проект, он сам может распределить определенные куски между разными членами своей команды. Это тот человек еще, который следит за прогрессом. Это тоже важно, потому что на уровне менеджмента иногда непонятно, насколько сейчас прогресс, задача завершена. Если подойти к программисту и спросить, как у тебя дела, он скажет, ну, пилю, сколько осталось? Ну, чуть-чуть. Это может продолжаться еще годами. Человек, который технически подкован, он может увидеть, по крайней мере, что в коммитах приходит. Если у вас система контроля версии есть, он сможет не напрягаясь особо по-быстрому посмотреть, что было написано за день. Увидеть, что реально было написано и насколько эффективно. Строчек может быть много, эффективность от них может быть нулевая. Кроме того, это тот человек, который является ключевым сотрудником, который решает на проекте проблемы технического характера. Потому что, опять же, не побежит же программист к менеджеру спрашивать, как ему архитектуру базы данных лучше построить. Он может подойти, с одной стороны, к какому-то старшему программисту и у него уточнить, но если они на одном проекте не завязаны, скорее всего, это будет какая-то или отговорка, или общий совет, который, может, в этом проекте не применим. Поэтому мы всегда на темлида вставим таких самых прокаченных в техническом плане специалистов, которые могут действительно отвечать за архитектуру. Немножко подробнее про финансовый контроль. Я уже сказал, зачем тем лидам думать о деньгах, просто за тем, чтобы они не уходили в такую романтическую разработку. Вот, кстати, Владимир рассказывал по поводу наказания и задавали хороший вопрос, такой, а что делать с людьми, если он факапит несколько раз, а мы с ним ничего сделать не можем. Мы к себе пришли к такому мнению, что надо отказываться от таких людей, отпускать их с Богом и пусть они сидят в местах, для чего они, наверное, предназначены. То есть я знаю таких людей, которые у нас не прижились, но сели на сторону клиента и замечательно. Друг другом все довольны, все хорошо, идет разработка, идет все эффективно, позитивно, не то, что у нас, короче, было. Поэтому это огромный груз такой, который с вас души упадет, если вы начнете от таких людей отказываться. Конечно, можно с ними поработать, но наш опыт показывает, то, что если человек как бы вонючка, ну он вонючка навсегда. Каким образом контролировать? Тимлиды могут финансовый составляющий контролировать двумя путями. Первое, это непосредственно следить за тем, чтобы доработки какие-то не вылезали бесплатно. То есть если клиент какую-то хотелку пропихивает, и менеджер вроде на нее согласен, потому что лояльность и все дела, тимлид всегда может быть тем фактором, который эту доработку бесплатно обрубит. И второй фактор, это, конечно, затраты. Мы стараемся своих тимлидов подводить всегда к тому, чтобы они, подходя к проекту, всегда планировали наперед все трудозатраты, которые там могут произойти. Сколько месяцев может программист потратить на этот проект, или какую команду на аутсорсе подключить, и сколько она должна стоить, и так далее. Об этих вещах они должны думать как контролер финансового потока в компаниях. Есть небольшой пример нашей таблички. он такой немножко ущербный. Кому интересно, я могу скинуть по электронной почте. Здесь как бы смысл в том, что мы для своих тимлидов ведем такие учетные таблицы, где сверху расписаны все проекты, которые они ведут, которые приносят им деньги. И снизу есть затраты, которые непосредственно на этого тимлида влажатся. Я чуть позже расскажу, как мы эти затраты делим между тимлидами. Есть рентабельность и некий коэффициент, который мы считаем, мы высчитали, что для нашей компании является таким, чтобы мы могли свою норму прибыли получать. Есть у нас так называемые косвенные расходы, которые размазываются на всех тимлидов. То есть, если, например, у нас есть сервер в Хэтснере, и он стоит, скажем так, 120 евро. То есть 120 евро делится на всех тимлидов, потому что они все им пользуются, это сервер разработки. Или если мы какие-то функциональные тесты заказали написать где-то на аутсорсе тоже, и они нужны для всей нашей команды, это тоже делится на всех. Если мы берем QA-щиков, сисадминов, которые не являются тимлидами, они тоже делятся на всех, потому что их все используют. Это тоже позволяет ребятам думать о том, что им нужно окупать не только себя, как одного специалиста, но и всю инфраструктуру, которую мы под них создаем. И так как мы все в отделе разработки варимся как бы в одном котле, мы все думаем о тратах друг друга, о том, как нам вот эти общие ресурсы не просто делить, но и как их еще окупать. Есть еще такие разные затраты, которые мы вписываем тимлидам. Это, например, если человек взял к себе в команду программиста, мы непосредственно тоже зарплату этого программиста ставим в табличку тимлидов. Если он решил купить какую-то там библиотеку другую, это тоже его затрата. Если мы там для реагирования 24 на 7 подключили какую-то команду или примировали сотрудников, которые в ночь вышли и все запилили, это тоже идет ему в затраты. По идее, это портит ему картину и тем самым заставляет его думать о том, чтобы таких факапов не случалось. Потому что если приходится кого-то примирить за сверхурочную работу, наверное, что-то не так. Это формула, по которой мы считаем. Здесь все просто. Бонусная, мотивационная часть рассчитывается просто из того, сколько разница между выручкой и затратами. С учетом нашего коэффициента, у всех коэффициент свой на рынке, я больше всего встречал коэффициент 3, 3 и 3, у кого-то 4, у кого-то 2. Нужно рассчитывать, исходя из ваших финансовых показателей, возможно, у вас там офис в центре из золота отстроенный, вы его протираете каждый день с толпой девственниц какой-то из Индии. А может, вы в Зеленограде живете, например, у вас там все подешевле, чем в Москве. Соответственно, умножив на этот коэффициент, мы понимаем, сколько затрат, сколько прибыли должен будет Team Lead нам принести, и размазываем это на 3 месяца. Почему мы это делаем не по квартально? Потому что стараемся мотивировать всех людей, у нас вообще вся мотивация по месячной в компании, а не по квартальной. Это сделано для того, чтобы люди думали о деньгах каждый месяц, а не только в конце квартала. Если делать по квартальному мотивацию, вы можете наблюдать когда у вас в январе 0, в феврале 0, а в марте такой выстрел огромный, куча денег, все рады, там отмечают, а потом в апреле опять денег нет. Это такая демотивирующая ситуация. Мы, соответственно, боремся с тем, что размазываем все бонусы на 3 месяца, и показатель берем средний за 3 месяца. Контроль качества проекта, который Team Lead у нас осуществляет, он начинается, естественно, с архитектуры, он же коммуницирует с заказчиками по поводу технических моментов, с их технарями, они согласовывают спецификацию на интеграцию, если мы как-то внедряемся в их бизнес-процессы. То есть это для нас такая системная архитектора, можно сказать. Код-ревью обязан Team Lead делать своих подопечных, особенно если это какие-то новые подопечные, или если это какая-то новая команда, которую мы подключили. Чем еще Team Lead хорош на проекте, в отличие от ведения проекта, когда там есть только один менеджер, он тот человек, который может принять решение в сторону качества. Мало менеджеров я встречал, которые поступят сроками, бюджетами в угоду качеству. Обычно в решении принимается в сторону того, чтобы запилить побыстрее, хоть как-то отдать и так далее. Team Lead – это все-таки программист, у него душа болит за проект, он не может говнокод выпускать. И даже если такое произошло, он всегда хочет это внутренне перепилить, переделать и сделать грамотно хорошо. И это его толкает, не только его, а всю компанию толкает к тому, чтобы делать более качественные проекты. И зачастую у нас получаются такие идеи продавливать с самого низа, скажем так, до клиента. То есть Team Lead может сказать, что здесь адский говнокод, который нам передали, проект, это надо срочно перепиливать и так далее. У нас есть несколько успешных кейсов, когда это привело к многомиллионным контрактам по перефакторингу огромных проектов. Это еще, кстати, то, за что Team Lead'а своих больше всего люблю, это дополнительная сигнализация такая. То есть если где-то говно случилось, они об этом скажут обязательно. А вот те ребята решили макеты не делать, потому что не хотят. А там решили ТЗ не писать и так далее. Это все сигналы, которые приходят и к вам в отдел, стекаются такие ручейком, и вы можете этим управлять. Это отчасти управление рисками, но и такая важная штука, потому что это такие отложенные факапы, которые обязательно произойдут, но Team Lead'ы, в силу того, что они во всех этапах участвуют, они это видят. Как понять, нужно ли вашей компании Team Lead'а и вообще стоит ли вам о такой позиции задумываться у себя? Если у вас сложные проекты, и у вас там есть технический специалист один, который занимается такими вопросами, организационно-клиентскими, административными, то его в какой-то момент будет не хватать. Вот когда его начинает не хватать больше, чем на 50%, то есть 50% он занимается вот этими вещами, организационными, административно, и 50% своими прямыми обязанностями, вот тогда вам нужны Team Lead'ы или его замы, называйте как хотите. Если у вас проекты настолько тяжелые, то что менеджер по ним не может принимать решения, тоже один, или принимает, но постоянно промахивается, потому что, ну в силу того, что технической компетенции у них не хватает, вам тоже нужен Team Lead. Если вам приходится с технарями заказчиков общаться, и они хотят от вас с технической экспертизой, естественно, нужно выглядеть там достойно. Вот мы, например, очень много поработали с финансово-страховым сектором и реально выступаем для некоторых таким консалтером, потому что мы знаем очень много страховых компаний, и приезжая зачастую в некоторые из них, нас спрашивают, как бы вы посоветовали нам делать? И мы здесь можем рассказать разные подходы, их плюсы, минусы, показать, к чему приведет вот это, к чему вот это, показать им какие-то примеры того, как это реализовано у конкурентов на их сайтах. Естественно, не в коде, а чисто на сайте, да, он уже, NDA, все такое. Вопрос такой, если готовы этим лидам, можно ли их забирать уже откуда-то, или нужно растить своих? Мы для себя ответили то, что нужно растить своих, потому что все готовые, как правило, они заточены под другие немножко бизнес-процессы, и их все равно приходится переучивать, перестраивать, они или были чисто технари, или это был системный архитектор, или это был менеджер немножко с уклоном в техническую сторону. То есть у нас некая такая синергия всего. По времени мы поняли, что это примерно полгода, девять месяцев, вот девять месяцев, чтобы родить темлида. Первые три месяца они вообще этим не занимаются, там, тупят, смотрят в эти таблички, думают, нафига это нужно все. И вообще это никакого выхлопа не дает, только время у них отнимают на всякие вот эти бесполезные бюрократические, административные дела, введение табличек каких-то, там, общение по каким-то проектам, какие-то согласования этапов и так далее. Через полгода уже начинает появляться понимание, для чего эти процессы нужны, как ими управлять и так далее. Вот через год у вас реально крутая команда, такой сосредоточивающей экспертизы, которая любую проблему может разрулить и любые риски там предусмотреть, да. Естественно, проблем много у темлидов в своей работе. Самая большая у нас такая трабла бывает, разделение ответственности между тимлидами и менеджерами, постоянно там, причем зависит, конечно, от людей. У нас есть разные, скажем, аккаунтские группы, они такие все специфические. Есть ребята, которые за тебя все вытянут, сделают, придумают, придут к тебе с решением уже разжеванным, да, и ты просто тебе останешься, грубо говоря, запрограммировать это дело. Есть те, которые придут, скинут тебе ТЗ, скажут, на, делай, через неделю ждут там результата, да. И вот очень такая разница диаметрально противоположная и, конечно, тимлиды там и менеджеры тоже, которые там работают, теряются. Как правильно поступать? Я этим должен заниматься или он этим должен заниматься? Я там должен дескопить задачу или это он должен делать? Я должен общаться с его подрядчиками или с его программистами или он это должен делать? И вот такой как бы недосказанности, недопонимания его очень много. Мы сейчас запилили у себя матрицу ответственности, в которой расписали каждый пунктик подробно, кто за что ответственный, кто что должен делать. Причем мне в ней нравится то, что там не просто есть ответственный исполнитель, там есть еще наблюдатель, там есть еще не помню, как называется, консультирующий, да. То есть там не один человек, который этим всем занимается, он ответственный, и дальше там остальные могут ничего не делать. Там как минимум может быть 4 человека, которые ответственны за этот результат. Конечно, спрашивать будут с одного соответственно, но остальных тоже привлекут и будет разбор на уровне полетов. А все ли все сделали, чтобы вот эту ситуацию избежать. Кстати, табличкой могу поделиться тоже, кому интересно, и поменяться. И скот такие есть. Большая проблема тоже. Проектов много, темлидов мало. Растить их тяжело, брать их тяжело, находить их тоже тяжело. Вот это самая большая проблема, над которой мы сейчас думаем. То, что сейчас такая есть аномалия, то, что те проекты, которые у нас на таком тихом саппорте, вроде, отъедают много времени и приносят мало денег. С одной стороны, вроде, может, они неэффективны нам, с другой стороны, может, с них снять темлидов и оставить, например, менеджеров работать напрямую с программистами, которые выделены, саппорт-тим такой. Может, выделить одного темлида туда, в этот саппорт кинуть, как в болото, чтобы он там занимался. И для себя решить то, что должен быть какой-то дешевый ресурс. Ну, то есть пока у нас такая аномалия появилась, скажу. Когда саппорта много, и он такой дорогой, такой проблемы нет. А когда у вас такие проекты вроде небольшие, но клиента выпускать вы не хотите, потому что периодически там большие проекты выстреливают, то это может быть проблемой. Мы пока, скажем так, однозначного ответа на этот вопрос не нашли. Темлиды программисты бывшие, всем кодить хочется. Некоторые у нас уже кодят, только когда никто не видит по ночам, когда никто не смотрит. Мне там тоже кодить хочется, я тоже ночами кодю, пока никто не видит. Это проблема, нужно ломать себя. Мы как-то, когда этот институт вводили, ребятам говорили, что минимум 30% времени вы будете кодить. Ну, как обманули, мы так думали, правда. Я не помню, как мы это посчитали. Нет, многие у темлиды у нас ходят, причем круто ходят. Когда они ходят, там, конечно, орел горит, там все, значит, залюбуются и так далее. Это редко случается. Ребята, конечно, переживают по этому поводу. Стресс большой, тебя требуют все. Я требую, как руководитель отдела. Генеральный директор уже к тебе предъявляет какие-то требования. Менеджер с тебя требует, аккаунт директора с тебя требует, все с тебя требуют. Ты сидишь один, блин, в кругу вот этих врагов всех новых, нарисовавшихся, не знаешь, что делать. Это стресс. Это вообще очень тяжело. Вот быть тем лидом, я ребятам своим не завидую иногда. Но они справляются, молодцы. И это вот воспитывает какие-то человеческие качества такие, ответственность, там, добропорядочность какую-то, честность в людях. Мне вот это нравится, видеть, как люди развиваются в этом плане и направлении. Что с этим делать? Сложно, стрессы, паника, крики, оры, ругания, увольнения и так далее. Есть там несколько моментов. Первое, это то, что вы их все-таки мотивируете. Вы даете им ответственность, нагружаете их стрессом, но все-таки вы даете им мотивацию, финансовую. Понятно, Владимир правильно говорил, что финансовая мотивация не самая важная, далеко не самая важная для темлидов. Некоторые ко мне подходят и говорят, снимите с меня мотивацию. Мне вообще не нужны деньги, чтобы хорошо делать, значит, работу свою. Тоже такие подходы есть. Но это там одна сторона медали. А кого-то мотивирует деньги. Кто-то, например, заряжен на то, что в этом году, не знаю, купить себе ламборджини, вот эти бонусы себе построил по табличке в планах и стремиться к нему. Тоже такое есть. Вообще мы стараемся просто людям доносить то, что они теперь… Вообще важный момент, не нужно брать на темлидов просто программистов и говорить, ты будешь темлидом. Должны быть те люди, которые к этому готовы морально, физически, не знаю, не будут бояться менеджеров, клиентов и так далее. Будут готовы нести ответственность, будут готовы быстро меняться, учиться и так далее. И мы своим ребятам стараемся просто объяснять то, что вам теперь дали больше возможностей делать интернет чуточку лучше каждый день. Спасибо. У нас есть немного времени на вопросы. Регламент такой же. Поднимаем руку, я подхожу. Задает вопросы тот, у кого микрофон, и задает их в микрофон. Андрей, приветствую. Михаил зовут. Ты рассказывал по поводу того, что темлиды, как я понимаю, это выходцы из разработки все-таки большей частью, да? Ты говорил, что один темлид на проекте, и после фильтров менеджеров, аккаунтов и так далее к нему приходят проекты на оценку. Если он один, и под ним целая команда, он сам оценивает и дизайн, и аналитику, и проектирование. Как человек из разработки может этим заниматься? Нет, я, наверное, немножко неправильная информация. Донецк, конечно, я говорю только про разработку. То есть задача менеджера здесь сделать оценку всего проекта. Она состоит из кусочков дизайна, проектирования, верстки, программирования. Вот за вот эти кусочки, программирование и верстку, и системное администрирование, если оно есть, отвечает непосредственно темлид. А дизайн, это делают уже другие отделы, соответственно. Нет, отдел дизайна оценивает дизайн. Отдел программирования. Аналитику, аналитику. Отдел аналитики. А проектирование, отдел проектирования. Код. Только код, но здесь важно помнить еще о том, что аналитика и проектирование тоже. Мы по схожим проектам такие бронштоймы проводим по несколько часов, которые там без привлечения темлида, но проектировщики не знали бы, что проектировать. Или наоборот, без проектировщика Team Lead бы не знал, что оценивать. Поэтому это синергия всегда такая. Team Lead на этапе оценки нужен просто для снятия рисков и понимания, что мы можем сделать. Потом на этапе ведения проектов он нужен больше. Андрей, вы не видите коллизии в том, что самые ваши лучшие разработчики, самые опытные, самые продвинутые, основа компании. У них там ореол горит, когда они кодят. А вы их лишаете, во-первых, возможности кодить, во-вторых, они у вас деактуализируются. Вообще, как вы эту проблему решаете у кодеров? Они у вас только по ночам свои проекты пилят? Или все-таки вы периодически с Team Lead его обратно в команду и сюда? Но самое главное, вот то, что касается коллизии, может быть, есть альтернативы? Спасибо. Спасибо за вопрос. Конечно, есть альтернатива. Мы вообще, я говорю, не заставляем людей быть Team Lead. Мы говорим, ты программист, станешь Team Lead. Есть моменты у нас и практика такая, когда человек захотел стать Team Lead, ему не понравилось, он слишком мало, он уделял времени коду тому, чему хотелось, и стресса много. И он стал обратно старшим программистом просто. Это не значит, что у нас Team Lead единственное, кто умеет хорошо программировать. У нас куча старших программистов просто, которые не Team Lead. Это такое разделение. И, в принципе, по поводу деактуализации, то, что они теряют свои навыки, знания, актуальность своих знаний. Я такой проблем пока не вижу. Знаете, может, зачастую чего? Они сталкиваются очень много с проблемами техническими, и все ребята к ним бегут с проблемами, и вместе их решают. Они постоянно варятся в этом. Ну, вроде того, они консультационные, я бы так сказал. В сложных моментах это еще и руки, которые тебе помогут тоже в программном коде. Поэтому они в этом варятся и занимаются, мне кажется. Такая проблема, безусловно, в какой-то степени, наверное, есть. Но я не считаю, что критичная. На какой вопрос отвечать? Про ошибку? Я же первый забыл. Нет, специально выделять его из тимлидов и говорить, ты теперь будешь кодировать месяц, чтобы не потерял навыки. Такого нет. Нет, это такая позиция обучаемая, тяжелая. Нельзя взять программиста на месяц, поставить тимлидом, да, и шпом по тимлидству. Тяжело. Дмитрий, вопрос следующий. Тимлиды сами выбирают себе команду из состава программистов? Или им вручается команда? И нет ли такой проблемы, когда тимлид, грубо говоря, недоволен своей командой, и этим объясняют все неудачи, там, свои в том числе, или команды? Вот это вопрос как? Конечно, есть такие ситуации, когда он недоволен членами команды, стесняется сказать ему об этом в лицо, скажем, да, и бежит с этим ко мне там. По поводу распределения ребят по командам, это складывается, наверное, скажем так, исторически. То есть есть тимлид, к которому пришел проект, есть программисты, которые освободились, они туда подходят. У тимлида есть право сказать, я с этим программистом работать не хочу. Это ротация постоянно? Это ротация, ну, я бы не сказал, что постоянно, у нас проекты длинные, там, от полугода и больше, да, но ротация есть, иногда зачастую мы это делаем специально, чтобы экспертизу сохранять. Андрей, здравствуйте, такой вопрос к вам. Вначале вы говорили, что, когда заказчик вам предъявляет какие-то претензии, например, то, что я вот на эту интеграцию рассчитывал как-то по-другому, ну, например, видел ее по-другому, либо результат хотел другой получить. Вы в таких случаях как поступаете? Либо на какие-то заступки идете, либо дополнительные соглашения заключаете, либо все четко по ТЗ и договору делаете? Ну, конечно, тут нет ответа такого. Мы же тоже не вонючки такие на рынке, говорите. Только по ТЗ, там, и ни влево, ни вправо, ни шага. По-разному бывает. Во-первых, всегда соизмеряем затраты, которые на это нужно потратить, да, на вот это изменение, и адекватность клиента. Скажем так, если мы понимаем, что там за этой правкой будет еще 100 правок, ну, как бы будем по ТЗ там делать, да. Если мы понимаем то, что мы уже все сделали, а он просит у нас, не знаю, там, кнопочку из зеленого в красный перекрасить, ну, конечно, да. Доп-соглашение заключаем, если это про интеграцию, про сложные штуки такие, да, и вдруг мы что-то не учли, это доп-соглашение. Это, конечно, такие сложные конфликтные ситуации, но вот, кстати, о чем я говорю, смета наша детализированная, она очень хорошо помогает, потому что зачастую приходят такие тендеры быстрые, скажем, и клиенты мощные такие, упускать их не хочется, и раунты даже общения с ними есть. И на этапе общения вы с ними фиксируете то, что будет там, условно говоря, там пять экранов, на них будет происходить раз, два, три, четыре, пять. Мы это с ними фиксируем, прописываем в смету, подаем это, значит, заявку на тендер и выигрываем. Спустя, там, не знаю, несколько месяцев разработки, когда проделана огромная работа, мы уже видим, что экранов не пять, а двадцать пять, там и так далее, да, и, конечно, поднимается вопрос о том, что мы дальше так работать не можем, да. То есть какая-то вот эта черта, в черту мы какую-то переходим и говорим о том, что дальше, если в таком режиме мы идем, то это дополнительные соглашения. Александр, компания «Выпровер». Вопрос такой, вот на одного тимлида какие объемы команды под управлением тимлида, и сколько тимлид ведет проектов? Ну, есть такое волшебное число, пять плюс-минус два, да, в зависимости от компетенции по-разному. А? И про проекты, про команду. Команды бывают такие масштабируемые. Вот иногда подключаем аутсорсные команды, да, как зачастую это компания. То есть мы можем, мой тимлид может коммуницировать там с одним человеком, а за ним сидеть там еще там пять, условно говоря. Андрей, спасибо. Вопрос. Вот вы говорите про программистов, растете, растите, а потом они становятся тимлидами. Вот, как я понял, в какой-то момент программист просто должен сказать, я хочу быть тимлидом. И вот как вы в этот момент принимаете решение, да, ты готов быть тимлидом или ты не готов? Ну, да, растим. Я когда говорил про то, что растим, я имел в виду то, что тимлидов мы своих растим. Это может быть… То есть мы начинаем с джуниора расти и сразу тимлида. Мы растим до старшего программиста. А потом среди вот этих людей выбираем тех, кто нам кажется может стать тимлидом. Это такие показатели, как адекватность фидбэка менеджеру. Если менеджер от него уходит такой с белым шумом в голове и не понимает, что ему сказали, ну, он не будет тимлидом. Ему наоборот нужен над ним тимлид, чтобы он вот это транслировал правильно менеджеру. Если он как бы грамотно свои мысли доносит, умеет грамотно писать текст, не знаю, контролировать свои задачи и задачи своих подчиненных, ну, быть ему тимлидом. Ответил? Андрей, спасибо. У меня такой вопрос. Вы упоминали, что составляете требования определенные, ну, БРД так назовем их, да, предварительно. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы это лишней траты времени, потому что зачастую во время проекта он изменяется до такой степени, особенно для сложных, крупных, дорогих и длинных проектов, что первоначально составленные требования, они теряют актуальность на 70%, как часто показывают опыт. Бюджет у вас меняется на 70%. Простите? Бюджет у вас меняется на 70%. Зачастую. Ну, вы по agile работаете как-то? Как? По agile, по гибкой методологии. Ну, вроде, да, стараемся. Просто, как бы, если мы говорим про fix price, когда мы подписываемся под конкретный проект, подаем заявку на тендер, там нужно БРД. Если к нам приходит клиент, который сам еще не знает, как в конце проект будет выглядеть, но бывают такие, вы правильно говорите, не на 70%, на 170 меняется иногда, да, проект. Это гибкие методологии, там мы этого не делаем. Меня зовут Павел, вопрос такой, в команде темлида тестировщики есть? Или это отдельный отдел, и он как-то с ними работает? Да, это отдельный шареный такой ресурс. Его используют все темлиды, то есть нет такого, что мы одного тестировщика закрепили, хотя есть вру. Бывают проекты мощные такие, где там как раз особенно гибкие методологии, и каждую неделю идут итерации большие, работные. И там иногда мы выделяем отдельный тестировщик под эту команду. Но в целом по больнице это шареный ресурс. Давайте последний вопрос. Кто еще не спрашивал, и отпустим Андрея в кулуар, и вас тоже на кофебрейк. Вот кто еще не задавал вопрос, поднимите руку, хочет что-то спросить. Отлично. Тогда я оставляю тебя на растерзание в кулуарах. Спасибо. Коллеги, кофебрейк, печеньки. Отдыхаем.